Здравствуйте! Вы смотрите новости. О главных событиях этой недели расскажу вам я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, корреспонденты «Русского мира» в этом выпуске. Кинофорум «Золотой Витязь» готовится к открытию. В Москве прошла пресс-конференция. Символ эпохи. В столице открылась выставка к 150-летию Александра Бенуа. Признаться в любви к золотоглавой можно в акции «Пою мою Москву». А теперь более подробно об этих и других новостях. К юбилею художника Александра Бенуа в Москве открылась экспозиция «Радостный труженик». Кураторы выставки представили уникальные предметы из частных коллекций. В их числе есть и те работы художника, которые были представлены впервые. Прикоснулась к высокому моя коллега Полина Прокопенко. В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения признанного российского мастера пейзажей и графики Александра Бенуа. Живописец, теоретик искусства и театральный декоратор. Организаторы выставки «Радостный труженик в доме русского зарубежья» попытались представить всю многогранность творчества этого художника. В начале 20 века Александра Бенуа особенно волновала проблема сохранения российской культуры и общего наследия. Он сам занимался продвижением отечественного искусства, много времени уделял театру, а из-за рубежа привозил новые веяния в живописи. Эту всевовлеченность художника отражают предметы экспозиции. За яркими акварельными пейзажами улочек Петербурга и Европы следуют графические иллюстрации книгам, а их, в свою очередь, сменяют театральные декорации и эскизы к знаменитым постановкам. Здесь небольшая коллекция эскизов, наверное, к одному из самых знаменитых спектаклей, которые поставил Александр Бенуа «Петрушка». «Петрушка» — это была визитная карточка балетных русских сезонов, которую Дягерев представил в Париже в 1900-х годах. И после того, как первый спектакль в театре «Шатле», первый балет, пригремел на всю Европу, на протяжении всей своей жизни Александр Бенуа возобновлял, ему заказывали во многих театрах мира. Долгое время Александр Бенуа был куратором «Эрмитажа». Под его руководительством картинная галерея пополнилась тысячами уникальных предметов из коллекции царских дворцов. Примечательно, что именно при содействии художника музей вскоре стал общедоступным. Александр Бенуа, будучи знаменитшим, одним из самых знаменитых русских художников, акварелистов и театральных художников, оставил, наверное, неизгладимый след формирования и сохранения русского культурного наследия в самые тяжелые первые годы советской власти, тогда, когда разрушение, уничтожение, распыление могли подвергнуться колоссальной культурной ценности. Я бы сказал так, он всемирный гимн, коллекционированный коллекционером, всемирную этику поведения коллекционера, он еще при своей жизни своим примером показал, что коллекции частные, они должны быть доступны, и они, собственно говоря, и собираются для формирования какого-то культурного фона отдельного человека, который потом может, должен и обязан даже это все демонстрировать и показывать. Выставка «Радостный труженик» представляет основные вехи в жизни и творчестве Александра Бенуа. Тематические разделы «Книжная иллюстрация», «Пейзаж», «Театр» и «Семья» покажут подлинную историю художника, а уникальные предметы из коллекции «Семьи Бенуа» откроют тайны личных воспоминаний. Охватить всю огромную историю семьи Бенуа, наверное, невозможно. Это понадобилась бы отдельная выставка, потому что это и Серебрякова, и Лансере. Но вот тут у нас представлены семейные вещи Бенуа, родители Бенуа, Камилы и Николай. И вот в этой витрине представлено письмо Черкесовой Бенуа, это его дочь, к его друзьям, описывающая последний день жизни Александра Бенуа. Документальные материалы, они все из собрания Дома русского зарубежья. Полина Прокопенко, Равид Гор. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». Кинофорум «Золотой Витязь» вновь объединит любителей кино и режиссуры из разных стран. В этом году темой для конкурсных работ стало 75-летие «Победы». Члены жюри отобрали более сотни документальных и художественных фильмов. Открытие фестиваля обсудили на пресс-конференции в Москве. За нравственные идеалы, за возвышение души человека. Так звучит девиз форума «Золотой Витязь». Крупнейшие кинематографисты из России и стран ближнего зарубежья традиционно встретятся на фестивале в Севастополе уже в 29-й раз. Показы духовно-нравственного кино проводятся с 1992 года. За это время в фестивале приняли участие около 10 тысяч фильмов, а гостями форума стали культурные деятели более чем из 60 стран мира. Идею создания такого фестиваля с целью сохранения и поддержания нравственной культуры предложил народный артист России и президент кинофорума Николай Бурляев. «Наша задача – это консолидация позитивных сил деятелей культуры славянского мира. Все самое лучшее, что есть в нашей культуре славянской, мы пытаемся аккумулировать и в области кино, и литературы, и театра, и живописи». В показах принимают участие не только профессиональные режиссеры. Среди конкурсных работ немало студенческих материалов, а также анимации. В этом году особое внимание жюри уделит тем фильмам, которые расскажут о годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как отмечают организаторы кинофорума, на конкурс поступило свыше 500 заявок. Экспертная комиссия отобрала для участия 189 картин из 20 стран. Они примут участие в категориях «Игровые», «Документальные», «Анимационные», «Дебютные», «Студенческие» и «Детские фильмы». С момента легендарного сражения при болгарском городе Старозагора прошло 143 года. Жители страны до сих пор помнят и чтут имена героев, которые мужественно отстояли одну из ключевых битв русско-турецкой войны. О подвиге солдата рассказали слушателям летней программы при русском центре в Болгарии. Боевое крещение болгарского ополчения так вспоминает оборону города Старозагора жители Болгарии. В июле 1877 года многотысячная и до этого непобедимая турецкая армия осадила город, в котором находились мирные жители. Русско-болгарское войско отчаянно сдерживало натиск и удары врага, хотя их силы были неравны. Особый героизм тогда проявил подполковник Калитин. Для того, чтобы сдержать турецкую армию, он решил перейти в наступление. В этой борьбе погиб один из солдат, который держал в руках Самарское боевое знамя. Тогда Калитин спрыгнул с огня, поднял упавший флаг и окликнул свою дружину. В этот же момент ополченцы ринулись на голос командира, но грудь Калитина пробили несколько пуль. Сотрудники и гости русского центра в городе Старозагора вспомнили о подвиге русско-болгарской армии. В памятный день они возложили цветы к памятнику подполковника Калитина, а также отдали честь и уважение всем героям, которые погибли в этом сражении. Признаться в любви к Москве в стихах или прозе предлагает всенародная акция «Пою мою Москву». Для того, чтобы принять участие, нужно выбрать отрывок из любимого произведения и рассказать его на видео. В стороне не осталась и редакция телерадиокомпании «Русский мир». Давайте посмотрим, как это у нас получилось. Ну вот уж близко перед ними уж белокаменной Москвы. Как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколем. Садов чертовов полукруг открылся предо мной вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе. Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. До 25 сентября любой желающий, вне зависимости от возраста и профессии, сможет признаться в любви к столице нашей Родины. Нужно для этого совсем немного. Просто записать видео с любимыми стихами или прозой о Москве. Это могут быть произведения как известных авторов, так и собственного сочинения. Затем ролики необходимо выложить на своей странице или на странице акций в соцсетях с хэштегами «Пою мою Москву», «Всенародная акция», «Прояви себя», «Конкурс чтецов», «Стихи про за Москве». Авторов самых искренних признаний выберет жюри. А церемония награждения победителей пройдет 3 октября в галерее искусств Зураба Церетели. Акцию уже поддержали известные актеры, политики и общественные деятели. Наш следующий сюжет участвует в конкурсе «Корреспондент русского мира». Репортаж об истории Олимпиады 80-го в воспоминаниях жителей России пришел к нам от Анастасии Кудашовой из города Черемхова. Скажите, пожалуйста, сколько стран участвовало в Олимпиаде 1980-го? «Точную цифру-то сказать не могу, но Америки точно не было. Это точно не было Америки, была Британия. Были страны, в общем, те, которые были в Европе. Остальные отказались, скандал какой-то был». «78». «99». «65». «90». «92». «Где-то за 60». «80». «80». «80». «Да, точно, 80 стран». «Олимпиада 80». «Олимпиада 80». «В Олимпиаде участвовало 5179 спортсменов из 80 стран, представлявших все пять континентов. Однако из-за политического противостояния стран Варшавского договора и государств НАТО, вызванного вводом советских войск на территорию Афганистана, 65 стран объявили бойкот играм. «Кто зажег олимпийский огонь? Баскетболист Сергей Белов, легкоатлет Виктор Санеев, футболист Юрий Гаврилов». «По-моему, легкоатлет». «Легкоатлет». «Баскетболист». «Футболист». «Какатлет, однако». «Баскетболист, наверное». «Наверно, футболист». «Белов». «Белов, да». «Белов, да». «Белов». «Ну, я думаю, баскетболист». «И это правильный ответ». «Олимпийский огонь зажег один из самых выдающихся баскетболистов в истории советского спорта – Сергей Белов. Для него это была уже четвертая Олимпиада. «Какой был главный символ Олимпиады?» «Олимпийский мишка». «Олимпийский мишка у нас». «Мишка». 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 «Ну, мишка». «Ну, это мишка был». «Медведь». «Мишка». «Ну, мишка, конечно». «Мишка». «Ну, этот, мишка». Мишка. Первоначально кандидатами в олимпийские талисманы были конёк, горбунок, матрёшка и кукла Петрушка. Позднее газета «Советский спорт» провела опрос населения с просьбой придумать талисман предстоящих игр. Пришло около 45 тысяч писем, и большинство читателей предлагали нарисовать медведя. Так появился знаменитый олимпийский мишка. Какой город выступил конкурентом Москвы в выборе столицы? Пекин, Лос-Анджелес или Токио? Токио. Токио, наверное. Пекин. Токио, по-моему. Токио. Токио. По-моему, Лос-Анджелес. Токио, наверное. Токио, по-моему. Токио, по-моему. Наверное, Лос-Анджелес. Соперником Москвы был американский Лос-Анджелес. На каком стадионе состоялось открытие Олимпиады? Лужники. В Москве, не помню, на каком. Или в Лужниках, или где-то вот там. Большой олимпийский стадион, что ли? В Лужниках. В Лужнике. В Москве на Лужниках. Лужники. Что-то не могу припомнить. Открытие Олимпиады прошло на стадионе имени Ленина в Лужниках. В нем приняли участие более 16 тысяч человек, среди которых были профессиональные танцоры, атлеты, студенты и самодеятельные артисты. Сколько золотых медалей завоевала наша страна на Олимпиаде? Ну, много. Много, точно не знаю, но хорошо наши потрудились все спортсмены. Ой, что-то мы много тогда взяли. Наверное, 50, но не меньше. 90? 100. Ну, 80. Не знаю, не помню. В районе 50. 70. Ну, наверное, 80. Больше 50. Больше. 80. 80. Правда? Всего СССР завоевал 195 медалей. 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. Кто исполнял финальную песню на закрытии Олимпиады 80? Лещенко. Левченко. Угу, только у Лещенко. Лещенко, я у Левченко. Мугачева? Нет, нет. Нет, Мугамаев. А, может, не Мугамаев? Ну, не Мугамаев, точно нет. До свидания, Мишка. Что там такое? А вот кто исполнял, даже не могу сейчас вспомнить. Лещенко. 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 Лещенко пел «До свидания», Мишка. Мишка, да? Да. Мишка улетал. Музыку к знаменитой песне «До свидания, Москва» написала Александра Пахмутова, слова Николая Добронравов, а исполнили ее Лев Лещенко и Татьяна Анциферова. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruskiymir.ru Делайте новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.